МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С початком поводки погоршилась аякость воды в колодежах. В Глобинской области завершается оттепляльный сезон. Минсестра зрежицы проставят Беларусь на конкурсе «Краса с свету-2016». А сейчас об этом и иншим подробно. Сегодня Мазырский пограничный отряд с рабочим визитом наведал генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк. Головное питание на парадку дня – взаимодействие правоохранных органов и пограничные службы о повышении эффективности охвата державной мяжи и сопротивление злочинным замахом. Это другой визит генерального прокурора в Мазырский погранотряд. Первый отбылся два года тому, когда подразделение только было створено. За это, относно невеликий термин, тут отбулись значные пирамены. Что касается Мазырского погранотряда, то я был здесь два года назад, когда он формировался. И пообещал командиру, что приеду сюда, когда уже будет более-менее сформировано, чтобы посмотреть, какие проблемы. Выполняет пограничный отряд задачи, я считаю, нормально, по штатному предназначению. Вместе с ним есть некоторые проблемы, которые будем решать. Я буквально две недели назад был в Пинском пограничном отряде. То есть я каждый год это делаю. Ну, во-первых, это уходит в мои обязанности как генерального прокурора. Ну, кроме всего прочего, 29 лет я прослужил в армии. И, как вы понимаете, это не может даром пройти для меня. Оген прокурора Беларуси «Войсковое минулое» он узначалил Белорусский военный суд, узнагородженный орденом за службу Радиме во Узбройных силах СССР третьей ступени. К тому, до экспозиции сброи и техники Мазырского погранотряда Александр Канюк проявляя неподробную цикавость. Гранатометы, снайперские винтовки, автоматы Калашникова. Мобильный прожектор, який светит на отлеглость до четырех километров. Система выявления крыльницы радиационного выпроменьевания. Особное знаемство с пограничным десантом. Потрабование до физической подрыхтовки войсковцев у вогули жорстки, а до десантников у особливости. Сегодня в Мазырске пограничные отраты, забеспеченные квалификованными кадрами, май на узброении сучастную технику. Усё это позволяет якостно и оперативно выконовать головную задачу. А в хого участка державные мяжи протяглостью больше, как 380 километров. Своё 30-ти годзе, значит, сегодня Гомельский вагонный участок. Дякуючи ему, забеспечивается бесперебойная работа головных пассажирских артерий, которые излучают Гомель с иншими городами Беларуси и Замежа. Про историю сучасную ситуацию на предприятии и его перспективы наш наступный сюжет. История Гомельского вагонного участка распочалась 23-го соковика 1987-го года. Тодей он был невеликим резервом проводников Гомельской дирекции по обслугованию пассажиров. Я практически участвовал почти во всех стройках, которые здесь были, за исключением прачечной и вот этого корпуса. А всё остальное было сделано раньше. Очень доволен, что люди работают успешно. Хотел бы пожелать, чтобы у них было больше этой работы, чтобы они больше имели возможность зарабатывать зарплату. И чтобы здоровье было хорошее. За 30-ти годы предприемство некольких разов меняло назву, поспело переутвориться у особное структурное подразделение и устать на рейке сучасных технологий. Так летостью первый рейс отправился электротехник межрегиональных взносин Гомель-Минск. 300 километров штатлер-передульвы у всех за три годины. При этом с комфортом как для пассажиров, так и для супрационников техника. Вы же можете представить себе, ведро с углем, топка, котел очень большой. Ну, то есть нужно все поддерживать. А сейчас этого у нас нет, потому что электропоезда построены таким образом, что у них полная обтекаемость. А внутри у нас электрические стоят бойлеры, кофемашины. Отопление тоже от электричества. Плюс вентиляция. У нас кондиционеры летом не жарко. То есть не то, что окошечко открыл, там все равно теплым воздухом. Кондиционеры прекрасно поддерживают температуру. Улику проводников Гомельского вагонного участка больше 800 человек. А кроме их, в штате предприемства начальники технику, слесары, электромеханики – усяго больше за 1200 человек. Миноватые люди сострекают вагонные составы после рейсов, проверяют их справность, заправляют палевом, продуктами и меняют постельную биолизну. Для пошняга працует специальная пральня, про которую за сутки проходит около 4 тонн биолизны. На узброении участка парк с больше чем 200 вагонов. За их выкористанием забеспечиваются пассажирские износины с Минском, Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером и иншими городами. Сейчас рассматривается перспектива организации поезда Гомель-Чернигов бизнес-классом. Ну и электроподвижной состав, те, которые у нас курсируют сейчас 708-707 номером Гомель-Минск, семивагонным исполнением, тоже будут закупаться до 2020 года, что планируется к закупке до 2020 года, но это будет касаться скорее направления при Балтике. Конкуренцию таким рейсам, как Гомель-Москва, зараз складают приватные автомобильные компании, у которых больше приватные цены. И все же запотребованность техников, особенно у святочных дней, застается высокой. Только за два первых месяца этого года перевезено больше как 420 тысяч пассажиров. На протягу некоторых годов Гомельский вагонный участок выходит улик лепших предприемств в белорусской живунке. Ганна Ковалева, Игорь Марыщенко, телередо, компания «Гомель». Подтоплений поводковыми водами в регионе означаются у двух районах. Интерактивная карта несприяльных зъяв размещена на сайте МНС. По оперативных дадзинах улику потерпелых от поводки Петрыковский и Рогачевский районы. У первых подтоплений зарегистрованы на четырех участках дорог, у другим – у двух населенных пунктах. Прогнозуются так само несприяльные зъявы у Житковицким районе. До речи с початком поводки пагоршилась якость воды в некоторых колодишах. Ее протягивание уживание может привести до отручивания, особливо у детей. Разом с представниками Центра гигиены и эпидемиологии, проверкой колодежа занялся и наш корреспондент Олег Сентюров. Полова девятой годины ранницы Гомельский районный Центр гигиены и эпидемиологии. Сегодня госпросовники повинны взять анализы колодежной воды у юстокалинина. Паул литра для микробактериологичного и литр для химичного анализа. Централизованного водозабеспечения у этом населенном пункте нема и николи не было. Правда, взять анализы из всех колодежов одразу не отремливается. Надо помогу приходить местовые жахары. Усуизи с тем, что ведры часто крадут, вязковцы дают перевагу уластным ее местностям. Правда, это приводит до того, что вода у колодежах забродживается еще и от внешних причин. Из мазута, как трактористы другие приезжают, разное ведро вытягивает, вода там, например, радиатора выкипала, дали ему надо, и он своим ведром лезет сюда. Потом после его воду эту уже не будешь пить, после этой мазуты. Специалисты территориальных центров гигиены и эпидемиологии попередживают. Наверное, когда у колодежной воды нет никакого паху и на выгляде она, сдаётся, нормальной, подчас поводки, лепш, всё-таки, накерувать ей на анализ. Спочатку отручивание, звычайно, выявляется у детей, потом начинают хворыць дорослые. По этой причине, рабеть дитяжей асумеси на колодежной воде у вогули не рекомендуется. Лепш, выкористовывать бутылированную воду из магазинов. Правда, прислуховываются до этой парады не усе и экономить по сутности на здоровье. Когда вода у колодежных дрянная, людям рекомендуется набывать воду у бутыльках. Правда, обыдится гэта не та, навысь такая 5-литровая бутылька чистой воды, каштое 2 рубли 50 копеек, а тепер просто арифметика. На 7-4 человек таких бутылик, што день не обходно, каля 6-ти, гэта 15 рублёв, у месяц 450. Анализы колодежной воды из Гомельского района оперативно доставляются областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Специальная сумка-холодильник гарантует, что вода подчас транспортировки не сапсуется. Зараз вязковцы могут самостоятельно зарабить и экспресс-анализ, а ля ягувыники не лечить стопроцентно правильными. Докладное даденое можно термотоки в лабораторных умовах. Полный микробактериологичный и химичный анализ зойми калапетидён. Наибольш часто подчас поводки колодежная вода забронживается нитратами, а лезноходить у её и так само аммияк, нитриты, сульфаты и железо. Плюс разностайные бактерии, яких быть у вуголе не повинно. Любое наличие болезнетворных бактерий – это уже не норма, и это запрет на потребление этой воды в пяти гантелях. В целом, конечно, качество воды в этот период, даже если где-то проводились отборы, оно в разы хуже, чем в обычный, другий, внепаводковый период. Колодец, он, конечно, хоть и надёжный, и дешёвый источник водоснабжения, но сам по себе он так устроен, что не является самым ненадёжным, даже правильно обустроенный. Поэтому мы сейчас в период паводка об этом и говорим. В Гомельской области завершается отепляльный сезон. Непосредственно областным центром учора отепление отключили у администрационных будинках, сегодня спинена подажа теплоэнергии у Жилифонд. Что течется регионам, конкретные термины завершения отепляльного сезона вызначают местовые органы улады. До новых темп, Дни российского кино стартуют завтра в Гомельской области. До речи, российские киностужки традиционно выходят в лик самых кассовых фильмов в регионе. В Азе Глядашоу пропонуют новые фильмы, серед яких кинопроект «Час перших». Картина, примеркованная до дня космонавтики, расскажет про первый выход человека в открытый космос. Так само глядаши убежат мелодраму Владимира Бортки «Прокахання», фантастичный экшен «Танцы до смерти», драму Андрея Кончаловского «Рай», комедию «Кухня. Опошняя битва», а так само мультфильм «Урфинджус. Ягод. Равлянные солдаты». Выход на великие экраны Гомельской области комедии «Кухня. Опошняя битва» 20-го красавика вырошили зарабить запоминальные падеи. Для этого знали двойника актера Дмитрия Нагиева. И он станет головным удельником битвы кухаров, кулинарных майстер-классов и дегустаций, які организуются до початку премьеры. А кроме новинок кинематографа, по часу Дзен российского кино можно будет увидеть фильмы минулых годов. Апрель – это у нас уже по традиции становится месяцем, когда мы делаем акцент на показе фильмов именно нашей братской страны России. Конечно, не секрет, что это приурочено к Дню Единения народов Беларуси и России, который мы отмечаем 2 апреля. В 2016 году на наши экраны вышло практически 100 наименований российских фильмов. Причем это и новые фильмы, и фильмы прошлых лет. То есть это примерно треть от всех фильмов, которые вышли на экраны области. И вот в этом году в формате, в цифровом формате, тоже 25% каждый четвертый фильм, а это 8 фильмов, которые вышли в январе, феврале и марте, это фильмы производства России. Гомельский театр «Клоунады» и «Пантомимы» без слова Израиля, Венгрии и США. Усяго за звание «Переможцев» змогалися больше, как 70 удельников из 12 стран. Специальный приз гомельскому коллективу уручил театр «Дом клоуна». Фестиваль состоял из четырех туров. Это четыре дня. Первые два дня это были конкурсные. Мы выступали и в первом, и во втором дне. А потом, на следующий, третий день, мы приняли участие в праздничном шоу. Ну и, естественно, мы выступили на Дарибасовской и получили там свою награду. Это было очень масштабно, круто. И этот фестиваль, я хочу сказать, это очень огромная школа для артистов нашего жанра. Девиз фестивалю «Смех, вырытый свет». Звание лауреатов-комедиаты забеспечивают их уладальникам удел в международных фестивалях и гастрольные поездки. По словах керавника гомельского коллектива, головной перевагой артистов-аматоров над профессионалами стал командный дух. Гомельский коллектив без слов на протягу пяти годов дзенеча у Придоме культуры Випра. Сегодня он мает статус театра клоунады и пантомимы центра инклюзивной культуры. Удзельники коллектива – працованная молодь. Сирод артистов есть и инвалиды по слыху. Был у нас мим-дуэт, без слов, всего лишь два человека. Но со временем к нам стали подтягиваться такие же интересующиеся люди не только пантомимы, но и комедийным своим внутренним миром, клоунадой. И наш коллектив стал расти-расти. У слабослышащих есть большой плюс. За счет выраженных жестов и мимики они уже выходя на сцену, они уже артисты, они уже яркие. Поэтому пантомима и клоунада – это их жанр. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Медсестра зречицы проставить Беларусь на конкурсе «Краса сусвету-2016». 25-годовая Катярина Дубровская уже мая в опыту делу у конкурсах «Прыгажості». Засемь недавно я настала мисс Рэшица. Девчина мая медицинскую эдукацию и завочно вышится на психолога. «Краса сусвету» – новый конкурс сусветного масштаба, который проводится в России. Отдельничать ее могут полнолетние незамужные девчины. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинок и до встречи!